С вами Василиса. Сегодня у нас отличнейшее видео с Камелией Каминской. Ссылочку напишу на ее канал внизу. Мы будем пробовать всякие израильские вкусности. И даже, не знаю, может быть, даже соседние вкусности. Но, в общем, мы попробуем какие-то булочки арабские, какие-то еще штучки. Обалденную клубнику я уже пробовала. Я знаю, что это такое. Кумусы, кумусы, ну, в общем, всякую водичку и так далее. Так что приятного просмотра. С чего мы все-таки начнем? Начнем. Начнем. Не снова, как обычно. С чего начнем? Это называется шуарма. Шуарма? Ну да. Зрители из России это больше знают как шу... Шаурма? Шаурма. Да, в Кавказе шаурма. Да, шаурма. Здесь это называется шуарма. Шуарма. Шуарма, да. Она сделана так вот более настоящей, более восточной, более, знаешь, все какое-то оригинальное такое. То есть больше пряности всего. Да, здесь есть пряности. Интересно, значит, вот это вот пита, это такая хлебная лепешка. В этой хлебной лепешке лежит мясо куриное, пожаренное на таком огне вместе со специальными специями. Что в это мясе интересно, что они его кладут вот такими вот пластами, но не просто пластами. Там идет пласт куриного мяса, вот с ножки куриной, потом пласт баранией жира, пласт курицы, баранией жира, и вот так одно за другим. Потом это как нам, ну, в принципе, в принципе, как это шаума, да? Шаума. Шаума, да. А у вас шуарма. А у нас шуарма, да. И, значит, они кладут туда хумус. Мясо, салат, мус, очень вкусный, правда. Иди, иди, то, что у нас нет. Ну, вот оно вот так вот выглядело, значит, вкусно. Мясо, салат, обыкновенный, как лейтый салат, и овощи, и это вот у нас каждое. Ну, да, попробуем, очень сильно, и это салат. Те, кстати, мне нравится? Нет, я не люблю, что, да, да. Я обожаю этот фастфуд. Это такой местный, израильский фастфуд. Но его нельзя называть фастфудом настоящим, потому что фастфуд это такой, как джанк, да? Мусорная еда такая. Это полезная еда, но это полезная, как бы, еда. Первое ощущение, что это очень нежирное мясо, абсолютно нежирное мясо. Оно какое-то такое, прям, как бы диетическое сейчас. А барани? Барани вообще не дошло. Нет, там куриные вот эти вот огрызкие, порезанные вот эти кусочки курицы, они как бы вместе перемешаны. Там, ты когда ешь, ты чувствуешь, что курица с прикусом баранного жира, а на этом не овощи. Понимаете, что у вас здесь кладут овощи. Да, они просто куриные. О, израиль вообще, как он славится овощами. Если кто-то в гостинице, там, когда вы покупаете на завтрак, там просто невероятное количество овощей заварено. Да, вот эти овощи столы такие, овощи такие, овощи такие, салатики, 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 салатики. Очень много овощей здесь. Нет, мне нравится, моя любимая еда. Вот эту толстушку такую. И до хиля дошла. Давай забивать израильским вином мы будем? Да. Сухим-сухим вином, молодым. Газировка, да? Газировка, да, оно чуть-чуть такое газирование. Кстати, вином тоже понравилось. Я пробовала гранатовое вино, но я уже купила сегодня. А где ты, в Самарусе, здесь пробовала гранатовое вино? Да, первый день нам купила. Я даже не слышала про это. Мы еще не успели прилететь, нам уже купили гранатовое вино, угостили. Ну, ляхаем. На здоровье. Ой, ляхаем. Ляхаем. Газировка. Оно легкое-легкое, вот такое совсем легкое-легкое, дополнительное. Которое ты можешь есть просто отдельно, как бы, вот, в старинку, да? Или же ты можешь это все вместе в питу кладить. Выглядит оно вот так. Это можно всегда на улице купить, да? Да, это вот на улице, да. Это, как бы, обычно они открывают вот эту вот шуарменную. И она ставит столики такие, и ты, как бы, садишься там в этих местах, там, за столиком, можешь на месте поесть. Ты можешь свободную музыку. Вот это соленые огурцы, они прям очень сильно соленые. Вот это редиска маринованная в соусе из свеклы. А это салат такой огурцы и перец, красный перец. Но почему-то они супер какой-то прям... А у нее он в предобновлении русский. Вот здесь называется гамба. Ммм, с петушкой. Это, это укроп. Они прям свежие. Укроп, укроп это я. Да, укроп. Я, честно, вообще, я уважаю салатики. Вот как будто вкусно, да? Моя бабушка делала в детстве, когда там вот такие свежие огурцы, прям, как с укропчиком. Вот это прям вкус действия. Они такие, знаешь, как постоят, такие, как сжачки обморируются. Не совсем хрустящие, такие. Ммм, ого, ого, я думаю, что он очень ел. Она какая-то жгучая, но не перец, какой-то, ну, не знаю, лимон по ощущениям. Нет, это не лимон. Это что это? Это джинджер. Это имбирь. 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 Все. Идет очень. Какой-то другой рецепт. Да, какой-то другой рецепт. Нет, она имбирь очень сильно. Его норок как бы во рту жжет, но оно не горчит, да? Оно не как перец. Перец, но он, если ты его съел, так у тебя прям полчаса, будет выедать тебе, смотри. Интересно. Ну, один раз. Нет, я как любительница, но один раз я хоть на этом ездила. В одного города. Да, по-четим. Да. Я с незрительной никогда не сказала, откуда я. Ну, кто-то там догадался по переписке, я не расскажу. Тоже не расскажешь? Ну, откуда ты? Я, кстати, не расскажу, откуда ты. Мы в одном городе жили. Я, кстати, поставила себе такую фазу, не знаю, 10 тысяч, когда, надеюсь, когда тебе будет подписчиков 10 тысяч, и я тогда уже расскажу. Ну, там, откуда, ну, какие-то такие факты жизни, мне кажется, это было бы интересно. Интересно. Да. 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 Курмянская кухня, она у нас тоже делась виноградные листья. Кто ел, тот знает. Тоже бабушек, кстати, можно, да, купить, по-моему, на рынке? Ну, вот на рынке, наверное. Значит, я вот-то и помню, они такие маленькие были, потому что это все очень на работе, именно лепить вот эти вот такие тоже очень пальчики такие на рынке. Да. Давай пробовать? Давай. Я когда, я уже пробовала эту эту, я когда-то пробовала, я ее у нас опять руками. Боже мой. Ну, как хорош. Мм, кислота. Кислота. Это под водку хорошо. Под водку, знаешь? Прям вот, да, мне кажется, под водку хорошо. Но не больше. Вот так вот просто с лицом даже. Какое-то кислятина. Вот, правда, и какая-то каша внутри. Вот прям каша внутри. Вот переваренные есть, да, тоже? Нет, я бы, честно, так вот. Они такие очень любят местные жители. Вот эти штукки, а я прям умирал за эти. Как у нас, знаешь, там, у нее в России эти. Я думаю, вот я слышу такую. Я знаю, правильно? Ну, давай, что-нибудь еще вкусненькое попробовать. Да, вкусненькое. Давайте, да, вкусненькое, такое более знакомое, такое привычное на вкус. Это баклажарный с болгарским перцем. И с томатами, да? Нет, это болгарский перец. Оранжевый это болгарский перец, как баклажан и зелень. Ну, чеснок, наверное. Это тоже как когда они делают, да? Да, болгарский перец. Вкусно. Такая немножко остринка здесь есть. Вкусненькая, да? Это этим... Никакого. О, вот это, как я чувствую. О, вот это, как я чувствую. О, ты мне чувствую. Это когда мы сидели в этом... Кесаре. Да, в Кесаре. У меня видео на канале есть. Уникальное там видео. Вот с этой, с Кесарей как раз у нас была экскурсия. Ну, если мы там сидели, я себе заказала вот этот кабачок. Ты мне, кстати, посоветовала. Да, тхине. Да, там тоже было. Ну, в принципе, похожее наполнение. Просто еще залито тхиной. Угу. А тхина из чего делается? Из сунцу? 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 Кунжут. Кунжут. Кунжутные семечки. Перетираются кунжутные семечки там, ну, я точно не могу сказать рецептуру, но с чем-то еще. И чем она полезна? Очень много железа. Просто. Да. Просто для детей. Давай. Геннально. А куда ее вот на это? Вот прям с яйцепкой, помнишь, ты ела тут баклажак? Да. Ложку бери и наливай как соус. Просто полей. А, вообще сестучку. Она немножко от хумуса отличается тем, что она чуть-чуть более такая грековатая. Не островатая, а грековатая. Но мне, например, это очень нравится. Хумус делается из бобовых. Турецкого гороха. Турецкий горох. Вот в Турции как раз-таки очень много вот этого хумуса. Такие круглые, вот такие сантиметровые, наверное, как бы бобовые, из которых вот так и перетираются. Все очень вкусно. Но я люблю, кстати, этот горох вареный, когда он украшает хумус и выкладывает сверху. Да, да. Я люблю. Ой, мы такое вкусное ели. Тоже у меня видео есть Яфа в Тель-Авиве. Вот там я как раз это снимала как первый раз. А, первый раз ели? Да, да, да. Очень вкусно. Безумно вкусно. Мы накинулись прям с мужем. Есть. Ну-ка. Похоже? Напоминает? Да, да. Смотри, как они еще делают. Берут. А, сверху, наверное. Оно должно быть просто горячее, но вот если ты на месте ешь, да? Оно прям такое горячее. Это как будто бы соус правда сделан. Да-да, это жидкое такое. Хотя, ты знаешь, если ты покупаешь вот этот вот тхино в супермаркете, они называют это салат именно. И он же такой, не такой густой. Он вот берешь его как кумусу, прям стоит на лошади. Ничего себе. Почему-то в супермаркете вот такое ужинское не продают. А много продают именно на улицах Израиля именно вот эту еду. Очень. Я просто видела вот такие вот кафешки, забегаловки, но в интернете я видела, что можно туда зайти и поесть, и в общем-то там люди советуют кушать. Особенно они, знаешь, что интересно делать, вот ты идешь, покупаешь, как говорили простые люди там платят по цене, а по определенной, а солдаты платят со скидкой, да. Да ты что? Да, они сюда пишут, что солдат, а скидка там какая-то. Ничего себе. Кстати, я не так видела много солдатов, давай в этом видео я обязательно это скажу. То, что на самом деле в Израиле я думала, что будут везде здесь солдаты стоять с автоматами, прям какие-то такие. Будут вообще как-то режим на государстве, где прям вот каждый перекресток, ну то есть вот везде изделия с автоматами, да. На самом деле я видела, по-моему, именно с реальными автоматами только один раз, два раза в аэропорту при въезде, и когда мы ездили на Мертвое море, когда мы выезжали в арабскую зону, вот только при въезде, при выезде, причем нас никто не проверял, посмотрели на наши лица, приезжали все. И с запуски, давайте идем к маслинам. Хочется сказать, сколько пытался заставлять именно есть нормальные маслины, потому что я не специалист. Я их не особенно люблю. А, ты не любишь маслины, да? Да. Нет, я попробую, конечно. Я могла, смогу, если бы ничего не случится, но я не такой прям любитель. Знаешь, давай рубочку, можно? Да, конечно. Это маслины, сделанные в арабском таком местном стиле, да, это с вином. Вот ты когда едешь, например, на Хермон, у нас гора Хермон, единственное место, где есть снег зимой, и зимой, значит, выпадает снег, по израильскому телевидению объявляют, что на Хермоне выпал снег, и весь Израиль там наломится, там образовываются пробки. И вот ты когда подъезжаешь, ты перепроезжаешь мимо друзской деревни. Друзы это, нет? Ешь. Посмотрите, что она делает. Блин, я тут вашу водичку, пожалуйста. Не предвидит реакцию. Ты какая-то совсем не моя. Он когда на стол ставят эти маслины, он говорит, убери, как меня не маняй. Нет, я обычные маслины зеленые могу съесть, то есть я знаю, что они полезные, что все, они там, алкоголь кистат, значит, они помогают, у насасы, что то есть нечего. То есть ты не съела, между прочим. Я обожаю. Я обожаю эти маслины за тебя посмотри. Ты что, я их на суку ешь? Да? Да. А вот эти вот... Нет. Ну это какой-то привкус такой прям... Кисляк. Что еще? Кисляк. Какой-то... Я даже не знаю, что они туда кладут. Форму. А, еще и горчит. Вот здесь горчит. Горчит. Косточка горчит. Да, 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 да. Если ты уже перебила, тогда проговор, проговор. Не, нормальная. А, так эти вот русские деревни, да, через которые ты проезжаешь на гору Хермо, там стоят эти друзы арабы, такие лояльные к Израилю. Они продают прямо в таких пакетиках стоят и продают эти маслины. Это местные маслины, да. Обратите внимание, они формы, видишь, такие маленькие и худенькие. У них места-то у них мало. Ну, видишь, они такие удлиненные. Эта форма такая у маслинок местных. Они их раньше вот собирают и маринуют в каком-то маринаде. А че вот эти от этих отлично? Ой. А вот эти отлично. Нет, подожди. Возьми салфеточку. А еще одну? Смотри, я тебе принесла несколько видов маслин. Все они арабские, в арабском особом посоле. Но если ты сейчас не попробуешь, то я буду пробовать. Я буду пробовать. Я буду сейчас все что угодно пробовать. Так, я немножко их принесла. Чем они интересны? Чем они особенные? Что они сначала как подсушатся, они выглядят как черносливки. Да, большие крупные, кстати. А есть косточка. Да, и они в особом маринаде как-то вот опять маринуются. Ну-ка. Аптека. Подарь аптека. Я ненавижу. Я ненавижу это. Мы с тобой договорились, что мы будем все пробовать. Да. Ты знаешь, первое что, это приятнее, потому что они меньше. Да, да. Они меньше. Вот потом, когда их расшовываешь, вот оно пошло, вот эта вот горечь пошла. Я смотрю на ту стопочку твоих бумажечек, в которой вы прикреплили. Там еще масло не подходит. Ну вот это как бы оно быстро. Та такая прям вот конкретная была пряность, а это она мягкая. Ну вот мягкая, у нас слово мягкая. А вот почему мой лекарство? Вот ты говоришь мягкая, а я тогда попробовала первое. Нет, прям как будто... Ну я не знаю, у меня такое ощущение было, как будто они в Роме или в Искизовой. Где толщине? Нет, мне как будто лекарство сейчас. Как будто ты пирюлю выпил какое-то. Попрянь это вот. Не знаю, что она любитель. За великого любителя масленики. Я тебе говорю, что это уже 12 лет? Я вот не говорю, потому что, ну я не знаю, они вот как сморщины такие лежатки, они меня не привлекают. Обычно масленики такие... Ну а если ты любитель маслеты, я же не представь, как я. Мне кажется, вот эти вот. Вот эти да, да, да. Это более такие средиземные. С средиземного вкуса. Зелень и чеснок. Хотя форма маслин местная. Опять такая вот тоненькая, узенькая. Не такая жирно-мясная, как вот у греческих маслин. Ты знаешь, у меня тоже какой-то такой запашок есть. Они с косточками. Это вот эта запашка. Особая... Особая... Специя особая, да. Ну и то, что это вот, которое пахнет. Я могу вот так сесть, как семечки. Хрум-хрум-хрум. Вот это тоже есть, да? Да, могу. Запросто. Вот это и винные тебе красные. Давай на тебя посмотри. Как ты будешь есть из себя, утвержу то, что это надо есть. Я себе заставляла есть абсолютно простые маслины. Подманиваю. Вот. Вот этот запах специфический, да, который... А, подожди, ты говоришь, это в простых маслины? Простые... Нет, простые маслины я еще как-то пыталась... Это косточка дает. Да? Это косточка ароматная дает такое. Нет, я смогу сесть. Угу. Я смогу. Да? Уж эти тебе... Нет. Вкусно, но больше не надо. Эти классические, да. Ты знаешь, что мне приятно? Да. Мне приятно то, что она просила. Какой-то такой остаточный привкус есть. Какой-то ля-лимон какой-то или что-то такое. Я думаю, что там нет. Да, да. Я думаю, что это приятно. Запьем? Да, обязательно. Разберите мне воду вот эту. У нас в Европе тоже едят ее. Пьют, извините. Пьют воду со вкусами. И все уверяют, причем, что она натуральная, что там нет никаких консерваторов. Дают ее детям. Я сегодня ребенка покупаю только обычную воду, но мне с нами все так смотрят. Нет, я такой не даю. У нас дети израильские ее пьют литрами. Тоже пьют, да? Да, литрами, я не знаю, тоннами. Это мы сейчас с чем пьем? А я потом покажусь. А ты скромненькая? Да. Я сразу решила все попробовать. Кстати, я ее ни разу не пробовала. Это... Ну так как? Со своей глумостями. Мне тяжело переводить тест. Это... Персик. А, это персия. Ну если честно так, я не пробовала. Химия подошла под персик, если честно. Попробуй. Скажешь, что это персик? Ну пахнет химозным персиком. Ну прям такая химия, химия. Да. Вот у нас тоже, кстати, пьют. Детям дают. Дети занимаются. Бутылки прям. Я как-то против этого. Я не знаю. Я не знаю. Я пью, да? Да. Да, гадость. Ну не знаю, я запью. У меня дочь пьет только воду. Только вода. Только обычная вода, не газета вода. А что-то я еще вкусненько вижу. Тхину вижу. Нет. Тхину мы пробовали. Кумус. Кумус. Кумус этот, который из... Садева хочется доесть. Ага. Оливки. Оливки очень ароматные. Они вот такие специевые. Привет. Открывайся. Слушай. Этот хумус, вот, вместе с этими оливками, я брала вместе в одном магазинчике маленьком. Значит, он стоит продает это все. А его мама делает вот такие все салаты. Да. Вот это делалось? Нет, она там делает дома где-то. Но он сказал, что это не там где-то что-то делает. Это мама его делает. Еще все продает, да. Да. Ну вот так можно, кстати. Советую. Это подарок можно сделать. Да ты что? Да, да, да. То есть столько всего. Ну я покупала, там приехала на велосипеде. Здесь такая загруженная вся. Спасибо. Кстати, это бобовые. Бобовые перетираются. Я тебе сегодня решила пройти по баклажанам. Баклажан майонез? Баклажан майонез. Слушай, а майонез тоже есть, да? Ой, обожаю майонез. Да, обожаю. Ну они прямо сама ходят. Майонез, там майонез, да? Ммм. Да, 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 да. Это очень вкусно. Ну это вообще вкусно, да, хоть и вредно? Ну очень вкусно. Скажи, пожалуйста, мне интересует у кого просто по поводу продуктов. Все продукты ваши израильские, либо какие-то из завозные. В большинстве своем израильские. Фрукты, овощи местные. Мясо завозят из Аргентины. Курица вся своя. Молоко. Оно дорогое, да. Для всех, кто приезжает, у нас здесь просто очень много. Очень много. Это правда. Вы как в Швейцарии, наверное. Вы же такие все... Эх, да. Мы в Швейцарии живем. В Швейцарии. А вот это... Что это? Клубничка. Не простая. А очень красная. Да. Это клубника с поля. Особая клубника с поля. Если покупаешь клубнику в супермаркете, а потом с поля сразу чувствуется разница. Да. Вы почувствовали. Разница нереальная. На самом деле, здесь с поля она стоит, да? Как ходят сделать? Вобират. Да-да. Где ты сам и собираешь там ходишь? Нет. Как нет? Там ходят часа. Мы работники собираем. А Женя? А Женя? Женя там напридывал. Но ты можешь прийти с ребенком и купить. Да. Какие-то там деньги. И ребенка такую аттракцию интересное такое переживание, что они запускают там специальные грядки, которые для этого оборудованы. И он идет там собирать клубничку. Приходит. Вот. Это важно. Это очень вкусно. Я обожаю. Она сладкая-сладкая. Причем у нас продается здесь половина зеленая, а вся остальная на красную зуборку. Знаешь, что у нас в магазинах так продается. Знаешь? Она так хорошая. Красная. А снизу? И снизу красная. Да. Вам повезло очень сильно. Я когда беру клубнику, она в прозрачных контейнерах. Да-да-да. И я как под лупой, знаешь? Ну потому что она сверху красная, а снизу зеленая. Убирала. Убирала. Ммм. Я видела картошку, как вы врачи. Я видела деревья у вас. По дороге мы ехали. Угу. Я видела плантации. Я видела помидоры в лицепике. Ну, понятно, что у нас в зубы были цеплицы. А левые апельсины? Деревые. У нас, например, в городе, я живу, там есть парк, такую цифру стоит, там такие прям апельсины, апельсины, апельсины. Когда это весной начинает все клести. Как дух еды заходит. У нас все роматные, да. То есть, по мне все. Такая красота пища. Так, а еще побыстреньку. Вот это меньше. Да, вот это десерт. Это арабский. Да, арабский десерт. Он молочный. Ну, типа молочное. Желет какого-то, я не знаю. Назвать Малаби. Посмотри, он уже раз подтаял немножко. А он должен как мороженое? Да, он должен как жилет какое-то стоять. Угу. И ты его когда переворачиваю тарелку, он встает. Ничего себе. Слушай, это вот так вот. Сюда вот переворачивают такой специальный сироп со вкусом розовых лепестков. Да, вот это было. Это кокос? Это действительно лепестки? Это да. Ну, действительно, я не думаю. Лепестки из градусов? Нет, я думаю, что это синтетический вкус. Это кокос и арабис. Вот это вот ты делаешь такую присыпочку такую, да. И потом берешь вот такую. Вот прям туда вот вместе. Это, ну, арабский такой охлаждающий, освежающий десерт. У всех арабских странах он очень сильно распространен. Я люблю. Ну, покушение. Кокос. Ты будешь съел. Жилет. И, кстати, колонн. Да, да. Это дает вот эту вот другую мастеровку. Да. Ты знаешь, когда ты с Турцией приходишь куда-то, везде пахнет в туалетах. У них одеколоны. Они руки лаются одеколазы. У них все, вот запах вот этот одеколазы. Мне нравится это решение. Ну, вот это такой же пример. Лучше после тебя оно пахнет. Ну, это да. Вот. Ну, это такое же решение, что ты как будто никому ничего съел. Ну, с розочками. Ну, потому что это необычный такой продукт, розовый стих. Ну, такими чувствами, конечно, вкусы и напоминают. Я имею в полную отличиести розы. Ммм. Да? Есть что-то похожее? Это не принятые розы теперь? Нет. У тебя огромный роз в красе. Ну, у тебя как напомнят риск запах на морозы непосредственно. Угу. Очень вкусно. Угу. Значит, точно. Значит, они и же преуспели в воссоздании. Да, в маркетах. Да, в маркетах. Вообще, в любом ресторане можно балабе заказать. Оно будет ополонуть более вкуса такого утонченного. Потому что это маркетах. Да. Да. Два процента вкусняшка. Да, попробуем. Это сумасшествие всех наших израильских детей. В Москве поедали. Тучки. Это называется милки. Ну, такой шоколадный бетсер. С какими-то... С беком сливками. С беком сливками. Я не знаю, что там. Я не люблю ее, и дочка моя тоже не любит. А ты кушай. Ну, Ярик все... А, спасибо! Нет, ты тоже будешь пробовать? Нет, я попробую. Я и попробовала. Это шоколад там, да? Вот так вот приберешь. Прям туда в глубину так, да? Набирай шоколад. Что, дочь? Как железно? Давай. Ну, Ярику понравилось. Да, только он сливки съел. Он шоколад вкусный. Такая вот прям... Нет, это вкусная. Вкусная. Она просто должна быть более охлажденная. Ну, они как у нас любят это. Эту воду со вкусом, вот этот шоколад. Ну, конечно, я ела где-то такое, когда там... Она 90-е, наверное, ну, что-то такое, да? Напоминающая... Да, вот что-то такое... Дай вопрос, что-то. Я не помню, какой она у нас бесед был. Вот эта вот... Люк туда. Люк туда. Люк туда. Она должна быть более... Нет, они... Славят, знаешь, способностями всякой разной селекции, там, таких фруктов овощей. То есть, ты увидишь, есть болгарские перцы. Красные, зеленые, желтые. Такие пятнистые, оранжевые. Ну, да, каких хочешь. Я говорю, если ты придешь, может быть, там... Белые баклажаны есть. Ну, помидоры черри, знаешь, такие есть. Там, желтые, там, есть пятнистые красные. А вы же были разы знаете, это помидоры черри? Да. Угу. 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 Она будет ж háb. Угу. Угу. Да, тут уже так еще и так еще, что ж. Сgeloo. Угу. С organizations hacer brand new from these is competing для of these. Спасибо. Угу. Угу. Это очень хорошо. Очень вкусные, правда. И особенно понравились какие-то десерты а-ля «Павказский» наши десерты. Также мне понравились и мне понравилась кубника. Правда, я давно мела кубнику, чтобы она сама не выращивала. Я ж ты ее, да? А, кубничка? Да, кубничка. Правда, это тепличка, у меня есть кубничка. У тебя есть тепличка? Да, у меня есть тепличка, это тоже. Вот, и там тогда бывает какая-то свадьба. У нас сочник, 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 сочник. У нас сочник, сочник, сочник. Вот, и что еще? Ну, очень-очень дорого. Это правда. Надеюсь, некуда не подниматься. Вот, ну, может, везде нужно быть сочник, да? Да, всегда. Ну, у нас это на жизнь просто не может быть, это белая. Это белая, черная, белая, черная. Спасибо тебе большое. Я очень жду видео на твоем канале «Обирай», да? Ну, я буду стараться. И стараться. Да. Ты нас будешь радовать израильскими видами, израильскими колоритами вашими. У меня, знаете, инклюзивные лица. Вот, так что, давай, дерзай. Давно не снимала. Я просто не свечу. И сегодня попрошу вас. И нам нравится какие-то... Можно. Можно. Да, да. На... 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 Интересно. Потому что мы с девочками спорили с моим бабушкой. Только с девочкой привезти. В общем, я хотела, какая. Какую нашла? Да. Она разная бывает. Она не эта, которая идет на экспорт, она тем другая. А я, которая вместная к этому пользуется, тем другая. Веришь, а вот вообще-то не знаю. Да. Ну, что-то рассказала вообще. Конечно. Судово. Спасибо большое. Спасибо за частичку израиля. Да. Я надеюсь, что... Ну, повторим это с чешской стороны, да? Обещаю колбаски, сардельки, всевозможные картошки, чипсы. Это все у нас чип. И пиво, пиво, пиво. Обещаю. Настойки, свиводицы. Пойдет? Да. Пойдет? Да. Пойдет. Я с удовольствием веку тогда? Да. Ну, я рада. Высылаю вам немножко солнышка израильского, солнечно-сладкой клубнички. Высылаю вам. Спасибо за просмотр. С вами была Василиса и Камерикалипска. Всем пока. Пока. Еее. Сделали. Мы это сделали.